Всем привет и хорошего настроения! Ну что, ребята, продолжаем проходить с вами Святые Картошки в космосе. Так, вот этих девчонок надо, наверное, поставить на... По идее, на лечку. Так, иди сюда. И ты тоже иди сюда. Так, замечательно. Ну что, наверное, делаем, ребята, перелет. Нам нужно на космопорт попасть. На звездодром. Так, ладно, тогда полетели. Так, 22 дня у нас еще осталось. Планета Улта. Ну, мы ее, естественно, пролетаем мимо. Это не наша основная цель. Это так, пролетом, как говорится. А вот звездодром, это наша сейчас основная цель. Кстати, рядом планета, на которой нам будут давать задания. 21 день. Ну, думаю, нам этого за глаза. Так, ну что, давайте что-нибудь здесь с вами, ребята, посмотрим. Так, в учебке завершено задание. Так, давайте жилые помещения, наверное, ребята, купим. Или хранилище. Ну, это у нас все нормально. Давайте жилые помещения возьмем. Так, замечательно. 64 тысячи у нас в запасе. И я, наверное, думаю, что пускай они в запасе так, наверное, и останутся у нас. Так, что еще? Наверное, надо заглянуть в оружейную, да? Я думаю, что надо. И что-нибудь купить. Нам нужно купить феникса. И сделать его. Он никогда лишним не будет. Ну, а в принципе, тут больше ничего хорошего для нас и нету. Суккуба смысла брать нету. Ну, это все лажа. Да. Давайте тогда пойдемте поставим на крафт. Так. Блин. Что-то я перепутал. Я хотел же их лечить, а они у меня в крафте стоят. Ну, раз стоят, тогда... Тогда делайте оружие. Лепи. Так, пепел феникса восьмого уровня. У вас не хватает ресурсов. Понятно. А что-то тогда можно еще сделать. Больше ничего хорошего и нет у нас, в принципе-то. Хорошо. Давайте зайдем, наверное, в оружейную и продадим кое-какой хлама. Хлама у нас, как вы видите, ребята, очень много. Ракетами мы никогда не пользуемся, поэтому мы их сразу продаем. Что у нас тут еще? Да, мыльные спреи тем более нам не нужны. Эти тоже. Так, что тут у нас? Вот это вот, наверное, продадим. Должно хотя бы по одному виду оружия у нас быть. Лерой. Он нам, наверное, все-таки не пригодится, хоть я его и придерживал. Так, эти тоже. Огурцы, мед. Продаем у нас две штуки. А это что такое? Гнилобой. Блин, вы посмотрите, сколько у нас фениксов. Так, девятого уровня. Восьмого. А это девятого, назначенный. Я вот думаю, стоит ли продавать это оружие, а? Или придержать его? Ладно, хорошо, пускай оно пока полежит. Давайте пирополт продадим. Вот это тоже потрошитель. Я ими никогда, в принципе, и не пользовался. Медсестрон. Мыльный спрейт. Что-то больно много мыльных спреев-то у нас. Мастерзац. Иди отсюда. Так, гарпун Юпитера. Я не знаю даже, что делать-то. Ну, два феникса, я фиг его знает. Ладно. Пускай все пока остается как оно есть. Так, нам нужны ресурсы. Я, правда, честно говоря, подзабыл чего. Ну, давайте этих возьмем. Так, 80, думаю, хватит. Ага. Так, а здесь мы еще приобретем себе... Больно, руки у меня чешутся что-нибудь, ребята, здесь еще купить. И я вот думаю, или медотсек, или науку, или тренинг. Как вы думаете, что будет лучше? Я думаю, вначале можно взять тренинг. 36 тысяч. Давайте купим. И, наверное, скорее всего, я еще возьму науку. Как вы думаете? Правильно будет решение мое, нет? Давайте возьмем еще науку. Пока деньги есть, время есть. Если что, мы набьем. Поэтому лучше покупать сейчас при деньгах. Так, ну что же, замечательно. Все у нас пока идет хорошо. Эти у нас за работой. А, нет, подожди-ка. Ты-то у меня, деточка, стоишь и грустишь. Так, давай-ка делай. Да что такое, а? Почему я не могу? А, оно у нас уже крафтится. Понятно. Давайте вот тогда вот это рядышком. И, в принципе, в принципе, что? В принципе, пока и все. Можно лететь, наверное, да? Подождите, сейчас мы еще сделаем. Так, что ты можешь у нас изучить? Изготовить лазер лучшего качества. Ну что ж, давайте сделаем. Так, и еще есть кто-нибудь у нас? Ладно, полетели. Давайте перелетим сюда. Не полетим мы сразу на задачу. Время пока позволяет. Ну, а между тем пофармим, как говорится, деньги. Кредиты. Опа-на, два феникса готовы у нас. Так, надо заменить вот эту торпедовидную пушку. Давайте вот сюда ее. Замечательно. Так, эти у меня кисломиночные там так все и стоят и болеют. Так, надо. Давайте приступим к изучению, наверное. Так, поехали. Ну и кто первый? Ой, помощь старшим. Ну, ребята, вы помните этот квест про бабушку. Мы сейчас ей, естественно, поможем. И за это нам сын выдаст определенную сумму кредитов. Да, мы ей помогаем. И все будет очень хорошо. Они провожают старшку домой, ее сын в благодарность за почву передает им некоторую сумму чипов. 3650, но в принципе неплохо. Практически ничего не делая и получили такую сумму. Так, о, ребята, как снова вы. Этот квест мы тоже с вами видели, поэтому я не буду здесь читать, зацикливаться на нем. Жалко, нельзя как-то перемотать это все. Сейчас мы, опять же, их подманем рудой, получим какой-нибудь определенный рецепт оружия. Ну и, в принципе, на этом закончится квест. КОНЕЦ Ну и что же вы мне кошары дадите? Дают мне медсестрон девятого уровня. Ну что же, ладно, летим далее. И что, ох ты, отдавай. Кэсси отскакивает от приборной панели, когда круглая голова появляется из выдвижного ящика, злобно глядя на нее. Фэй смотрит на то, что выпрыгнула из крошечного ящика и эта большая округлая штуковина с синим мехом и большим карманом на животе. Выглядит, ну, очень знакомо. Снова ты, снова будешь обвинять нас в воровстве? В этот раз я сверил время. Я знаю, что на этот раз ты действительно кое-что украла. Украла я? Не, а, постой. Из той комнаты, что с розовой дверью? Да, это, отдавай. Ладно, ладно, я хотела сразу вернуть, но дверь уже исчезла. Вот, давайте вернем этот маленький пропеллер, который мы тогда забрали и посмотрим, что будет. А с другой стороны, если подумать, что будет, если мы ему просто отдадим кусок металлолома, а? Нет, все-таки отдадим пропеллер. Ох, спасибо, а ты довольна вежливо для воришки. Я не воришка, я взял его случайно, а хотела вернуть, но не смогла, потому что розовая дверь исчезла. К тому же, зачем мне сломанный пропеллер? Действительно, он не сломанный, вот, смотри. Он прикрепляет пропеллер к голове Кэсси и с помощью присоски включает его. Пропеллер начинает вращаться и Кэсси поднимается в воздух. Вау, это просто потрясающе. Он дает фейчерчож в качестве благодарности за возвращенный пропеллер. Получена деталь, орудие и спепелитель девятого уровня. Ну что ж, спасибо тебе, синий пушистый пупыльчатый чувак, а мы летим дальше. И мобила. Король получает запрос на связь в виде веселенького звоночка с подозрительного вида торгового корабля. Кэсси немедленно оживляется, а фейс тонет предвидя неминуемую потерю большого количества чипов. Их приветствует скользкого вида торгаж с красивой улыбкой. Мисс Кэсси, моя любимая клиентка, как приятно неожиданно наткнуться на вас тут. А у меня для вас как раз есть прекрасное предложение. О, торгаж. Мо, что у вас? Что там у вас? Мо указывает на два предмета на полке позади него. Во-первых, реликвия огромной силы и могущества. Когда-то она принадлежала великому королю из далекой-далекой галактики. Она позволила ему прожить вдвое дольше обычного. А во-вторых, таинственный камень. Очень странное происхождение. Говорят, он существует в самом рождении вселенной. У него особая эфемерная красота. Фэй надевает маску безразличия, а глаза Кэсси сверкают, пока она взирает на представление торгаша Мо. Один из этих предметов вы можете получить всего за 5000 чипов. Выгоднейшая сделка. И только для моего любимого клиента. Кэсси устремляется на Фэй внешний взгляд. Фэй кривит лицо и отрицательный трясет головой. Торгуец Мо поворачивается к Фэй с явным разочарованием в глазах. У нас всего 8543 чипов Кэсси. Кэсси снова поворачивается к торговцу Мо. Но давайте возьмем реликвию великой силы. О, чудесный выбор из Кэсси. Кэсси передает чипы торгашу Мо, а он ей реликвию. Кэсси возвращается на корабль в отличном Только глянь Фэй какая прелесть. Мы только что в буквальном смысле пустили деньги на воздух. Оно же ничего не весит. Ты ведь это понимаешь? Да о чем ты говоришь? В этом же вся суть. Игра на удачу. И для воздуха оно слишком красиво. Кэсси кладет реликвию на видное место на приборной панели. Камень лучится и мерцает. Минус 5000 реликвия великой силы и могущества плюс 1. Ну что же продолжаем полет. Да что ж такое-то ни одного сражения. Опять ты? Так ладно. Кэсси у нас есть запрос на обмен устанавливаю связь. Салют капитан. Нам тут очень нужны ресурсы руда и биоотходы. Мы готовы дать вам даже больше ресурса плазма чем вы нам. Ха и что вы предлагаете? Руда 26 штук и биоотходы 35 в обмен на ресурс плазма 104 штуки. Отличная сделка. Вот что я вам скажу. Ну как по рукам? Ммм слушайте я даже не знаю. А как насчет руда 43 в обмен на ресурс плазмы 78? Давайте наверное вот второй выберем. Не могу сказать что руда то что нам так уж необходимо но по прошайкам не пристало привередничать. По рукам спасибо за помощь. Так плазма 78 хотя руда мне самому была нужна. Что я сделал? Ну ладно. Что сделано уже то сделано. Сглупил так сглупил ну на самом деле а? Ну ладно ребята все продолжаем летим далее. Ах ты елки-палки оказывается мы уже изучили всю планету. Да заработали мы конечно с вами очень много 3650 купили камень за 5000 в общем полет был не совсем удачным для нас в этот раз. Ну что же давайте глянем что у нас на корабле творится. Да если честно у нас пока тут вроде бы как все и хорошо. Все на своих местах. Крафт делается. Ну что давайте ребята наверное полетим с вами на планету на которую у нас основная задача. Как вы думаете? Или все таки перелетим сюда? А потом уже на задачу. Давайте сделаем так. Так 18 дней я думаю нам за глаза что это за планета такая интересная. Планета Дремур. Так учебка завершена. Давайте начнем изучать ее. Надеюсь здесь будет хоть драки. Смотрите опять какая-то ерунда. Ага ну понятно здесь мы находим блокпост затмения естественно мы его сейчас ребята будем облетать. Я это всегда делаю я не иду на рожон и не подкупаю. Находим обходной путь. Все таки шмальнули а? так но кто-то из солдат замечает их Фэй и Кэсси удается уйти но не без потерь. Сколько отняли вы у нас? 565 здоровья. Ну ладно это как бы не критично. Ух ты ребята опять какая-то луковка у нас наконец-то давно я не сражался ну что давайте делаем как обычно нашу бочку и приступаем к разборке этого корабля. так ну что давайте ребятушки вы уже наверное засиделись у меня без боя то так опа на как так вспышка как мы так могли промазать это для меня если честно говоря нежданчик ну что я думаю с трех орудий мы разнесем эту пушку сразу нет вспышка перегрузка вспышка да он сам промакивается ну что же это нам только на руку ребята он щитом укрыл нижнее орудие будем пробивать уже пробили ага метит мой лазер хорошо как скажешь огурец ой огурец лук честно говоря я думал что ему уже крышка но нет все-таки он что-то еще выделывается так ну все сейчас ему точно крышка лети отсюда паренек так сколько дает 5000 что-то как-то маловато мне кажется надо 7 8 ну 10 тысяч я бы не отказался запросы-то у меня растут так когда корабль летает в небе над планетой дремур его система металлодетенции обнаруживает на склоне одного из холмов наполовину закрытый причудливо украшенный сундук сундук с сокровищами там внутри должны быть сокровища давай его сюда фэй ну что ж давайте заберем и он у нас взорвался я уже слышал но здесь ничего нет а вдруг это бомба только не это выброси выброси его им не удается выбросить сундук вовремя и он взрывается прямо на борту повреждая корпус корабля 565 зарубля да что ж такое что же мне не везет так и опять нам встречается та же самая луковица уже с другим вооружением ну давайте все делаем по старой стереи так а теперь сносим орудия так а почему такая тема у него разве погодное оружие есть нету насколько я вижу или здесь сама планета такая сумрачная так скажем ну что добьем должны добить да ну конечно так сейчас наверное будем нижнее бить потому что оно не защищено так давайте-ка ребята не подведите подвели все-таки все-таки вы подвели меня 690 вот это был выстрел так он ее прикрыл ладно будем верхнюю бомбить так подождите у меня еще есть ага так прикроем ка мы наверное верхнюю хорошо бам все готов так ну что здесь осталось дело за малым сносим щит опять у нас все горит так пробиваем щит ну а на втором ходу я думаю мы завершаем эпопеи с этим луком так и что он там опять наверное 5000 даст нам все отвали моя черешня да почти 5000 как-то кисло если честно хорошо летим далее это было событие 4 у нас вы видите сколько у меня уже после боя идет отхила оружия так да опять эти коты ну что с ними делать ребята как же мне это пропустить это это столько времени отнимает пока тут все это прочитаешь надеюсь на этот раз они не дадут хороший черчеж оружие или опять какую-нибудь ерунду да да заманить котов рудой это стандартная схема почему интересно на этих котов руда действует как валерьянка вот это мне непонятно так поддержим их у себя а что с ними делать решим потом разве что у вас есть что нибудь на обмен драные вы кошки ну я думаю у них будет чем на обмен что же вы нам кошары подкинете на этот раз но они то у нас хитрые они что нибудь хорошее это никогда не дадут фей изучает деталь после чего злобно и торжествующе хохочет она по-моему всегда у нас хохочет так получена деталь грахомет уровня 8 ну так и изучение завершено ну ладно так мы заработали с вами 17400 опять опять какой-то не очень особо удачный вылет у нас был ну получили конечно орудие ну если честно я рассчитывал немножечко на большее ну что же что есть то есть ладно ребята продолжаем с вами так 17 дней осталось тут у нас все хорошо давайте еще раз форманем позволяет пока у нас возможность так событие номер один опять какая-то так понятно здесь у нас с метеоритом давайте я не знаю направо да неудачно немножко получилось я слышал что был взрыв и они все-таки царапнули нам корабля 282 здоровья отняли ну это не критично опять это луковица ну что же все по стандарту ну я хоть надеюсь в этот раз мы заработаем наверное что-нибудь получше побольше поинтереснее так получаем себе крит и почему-то у нас не осталось на выстрел ни одного как сказать заряда зато теперь в полной мере мы начинаем его разбирать так давайте вот этот горохомет ему снесем в первую очередь как говорится на ковыкуси лучара просто с выстрела крит сработал как говорится так что верхнюю прикрыл да давайте нижнюю так на три хода на три хода даже снести замечательно такой ничтожный он мне наносит урон что даже смешно а ему сейчас будет не до смеха ребята все готовченко иди отсюда лук опять он всего лишь 5000 нам предложил в общей сложности мы получили 8000 ладно да что ж такое опять какое-то задание а заправка не будем мы заправляться ребята я один раз как-то заправился вы помните мне залили обычной воды туда то бишь и деньги забрали и бензина я так и не получил ну точнее горючего поэтому теперь я никогда не заправляюсь на этих остановках да что ж такое-то опять блокпост затмения не ребят какая-то планета по-моему не особо удачная надо отсюда сваливать нет нет мы будем ее облетать да будем найти обходной путь какую взятку я еще буду давать ага губушки раскатили как бы не так так неужели все прошло удачно я не слышал чтобы был взрыв да все прошло у нас хорошо так и что теперь опять странный сундук опять одни и те же задания повторяются на этот раз мы наверное не будем его брать да просто что там будет у нас на выбор то расстрелять его давайте это может быть опасно фэй нажимает кнопку и разносит сундук вдребезги фэй зачем подозревала что это ловушка однако им удается подобрать кое-что из содержимого сундука и выручить немного денег антиматерия плюс 32 в принципе неплохо да мне не понравилась эта планета в плане того что никакого заработка она мне не дает так 16 дней у нас осталось 2 дня считай я впустую потратил ну что ребята давайте будем перелетать на основную нашу задачу будем бульби помогать делать ритуал 15 дней добро пожаловать на планету джинда ну что выполняем задачу вперед из песни как говорится давайте приступаем как говорится порядок она все подготовила и начала ритуал да что с тобой такое все будет хорошо если заявится злодей у нас есть это думаешь бульба правильно поступает что мне кажется я бы не стала проводить ритуал если бы знала что мамин самоцвет будет уничтожен не очень понимаю как можно разобраться что правильно а что нет а главное решать только ей она сделала выбор провести ритуал невзирая на риски ну что же хорошо какие-то камни там смотрю на заднем фоне у нас стоят да наверное ты что стоп кажется это корабли затмения они нас нашли принцесса бульба так вот вы где мы вас повсюду искали мрак что ты здесь делаешь о как всегда мисс кейси и мисс фэй но здесь я вас никак не ждал увидеть мы не позволим тебе забрать бульбу вот и чудненько значит мы вас всех единым способом соберем и из вас выйдет отличный подобный для моих экспериментов губишки ты раскатил альтаира разрушить это здание а этих всех в плен он отдает приказ так мы должны помешать мраку и естественно ребята мы будем ему мешать так это я так понимаю у нас босс прочь с дороги смертный сегодня мне нет до вас дело ну у тебя может быть и нет а у нас есть к тебе большие дела так делаем бочку кстати кораблик у него какой-то жидковатый или мне так кажется так но я вижу что корпус у него под защитой поэтому надо сносить орудие да слабенько ударило заряжайте нацелившую радугу разберитесь с этими малявками не дайте им помешать радуге какую-то радугу так злобный зрачок скоро выстрелит злобный зрачок 6 ходов у меня на все про все ребят я честно говоря не знаю что там за зрачок но я знаю точно что надо его разбирать как можно скорее не внушает мне доверие вот это вот его предупреждение да как так мы еще и мажем а так 5 ходов осталось да хорошо эту мы сносим давайте наверное верхнюю так замечательно ну не подведите пушки ага они как всегда подводят так 4 хода осталось так ну он смотрю горит причем горит так не слабо добейте 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 до какого фига в корпус то бьет так прочь здоровье он делает обездвижен здорово я еще не могу ничем воспользоваться замечательный скилл так ну что ж давайте тогда воспользуемся своими скиллами так сделаем понизим ему атаку на один ход и наверное вот этот на 3 хода повысим себе атаку но в то же время снизим себе защиту но это не критично так как мы ему понизили атаку должны я думаю выстоять так и смелость города берет это мы повышаем себе крит и я думаю на следующем ходу мы просто разнесем корабль в щепки у него два хода осталось так это сюда это сюда и сюда так ну все должны разбомбить да что ж такое то не успеваем ребята не успеваем так ага осталось одно орудие и один ход но корпус я естественно не расколупаю потому что он под защитой и а ах вы назойливые клубежки начинаю самовосстановление вали его это наш шанс так починить начать восстановление орудия так здорово он значит под защитой через два хода у него восстановится все орудие и что вы прикажете нам делать ладно выбор у нас невелик нам остается только делать бочку и что у нас там еще то есть а больше у нас ничего нету давайте стрелять пытаться пробить этот щит я не знаю получится нет нет это бесполезно значит по идее это так запланировано да ладно шмальнем еще разок на следующий ход он восстанавливает оружие ну естественно мы его смесем я надеюсь так все ноль ходов да давайте наверное сделаем на один ход понизим атаку так как он сейчас все восстановит да больше пока мы ничего сделать не можем так из трех орудий залп хреново дело по нам уже несколько раз серьезно долбанули лучше бы вам просто сдаться я бы предпочел живых подопытных губишки раскатил и не надейся захватить нас или бульбу ты что правда вообразила что сможешь совладать с мощью затмения ха совсем паршиво что ей говорить что же нам делать ты ведь предлагаешь мне использовать мамин самоцвет что нет как бы я такое смогла сказать это же камень твоей мамы мы не знаем что случится если ты им воспользуешься а что если он расколется ого вот это попадание скорее скорее придурки ловите их ну нет и не надейся нас поймать у нас слишком много дел чтобы тратить на тебя время фэй как бы сказать ты светишься что это не я это мамин самоцвет может в этом и состоит его сила ну что ж давайте как-то я не знаю воспользуемся им так вот она сила твоего самоцвета прикольно ох что еще такое может сработать погнали так хорошо мы подключаем ха новенький готовенький так ребята я понял я понял одно что наверное сейчас с помощью вот этого самоцвета мы разнесем этого альтаира к ядре нефени наверное мне бы хотелось чтобы было именно так ну-ка как это изумительно сейчас было ну давайте повторим так и ну сносим нет нет не снесли ладно вон какое-то там ослабление все шмаляет по мне опа на что произошло вы назойливые клубежки нас и хуже обзывали починить так начать восстановление оружия опять сколько там два дня ой два хода да два хода нам ребята надо за два хода умудриться разбомбить все его вооружение ну и естественно корпус ну что же я смотрю щит у него красный это на один выстрел значит так делаем разносим эту пушку потом стреляем в щит так замечательно сейчас мы сносим щит ну может быть это чудом и уничтожим это орудие давайте в корпус еще ага вот так будет хорошо просто великолепно ребята ноль ходов у него 1940 жизней на корпусе если мы сейчас все орудие сюда направим и если оно критонет то ему крышка оно так произошло ребята ну что Альтаир победа да если честно говоря то босс оказался просто шлаг ух ты ух ты какое мы оружие получили 32 400 вот это я понимаю вот это доход так 14 дней осталось выполнить задачу что нам бульба на это скажет тебе это даром не пройдет фу наконец-то они свалили бульба в порядке она продолжает свой ритуал так что вероятно да что ж остается дождаться пока она закончит ого видел сияние она что закончила кэсси фэй бульба ты завершила ритуал да завершила теперь я связана с королевскими камнями спасибо за помощь без вас обеих мне никогда бы не справиться да ладно это не проблема мы рады помочь теперь ты вернешься в родную галактику да я владею силой камней и теперь смогу бросить вызов узурпаторам и спасти свою семью если вы когда-нибудь случайно окажетесь в моей галактике заходите в гости я буду очень рада видеть вас обеих молодцы непременно если окажемся поблизости заглянем на огонек удачи в борьбе с затмением спасибо еще увидимся до свидания пока бульба удачи кэсси что кажется я хочу воспользоваться маминым самоцветом ты уверена знаю я просто боялась что если воспользуюсь им то потеряю связь с мамой но теперь меня впечатлил пример того твоя мама не в камне мама у тебя в сердце ладно это глупости сказала что есть то есть но спасибо сестренка с таким оружием мы без проблем справимся хоть с тремя генералами может не так сразу да ладно фей все будет хорошо главное верь свою силу силу любви не смешно ну что же ребята мы сделали задание на этой галактике я не знаю или нам попутешествовать маленько или лететь в следующую времени у нас еще сколько 14 целых дней ребята 14 дней мы можем здесь с вами куролесить ну что же давайте глянем что нам предлагает на звездодроме если честно большой соблазн у меня сейчас вообще просто рвануть с этой галактики кедри нефиени ну я думаю нам надо зайти с вами в отсек покупок и что-нибудь себе приобрести у нас все-таки 62 тысячи кредитов и я думаю что мы можем позволить себе что-нибудь купить а вот что давайте глянем так у нас выбор здесь какой-то не особо большой если честно топливный бак медотсек и крафт так я думаю знаете что ребята медотсек я наверное куплю 39 тысяч ну и наверное пока хватит замечательно ну а теперь я предлагаю предлагаю что давайте перелетим наверное на другую планету и немножко ее пофармим они все изученные 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 а вот это ксенот не изученные ну давайте тогда перелетим сюда а после этого можно наверное рвануть и на ксенот добро пожаловать на планету урта очень замечательно так подождите давайте вначале мы на корабле вернемся и посмотрим что можно здесь сделать здесь же можно а освоен полностью причем стресс подготовка обогащение давайте стресс подготовку чтобы у нас наши ребята если что на крайний случай меньше травмировались так а здесь что ты такая грустненькая у меня тебя надо подлечить маленько так этот у нас нормально стабилизированный тогда ты у меня сюда пойдешь и будешь изучать давайте наверное вот это 20% крафт улучшенного оружия все таки это вещь а что можно нам скрафтить а ребята пепел феникса да у нас их как бы вроде и хватает даже честно говоря я не знаю что лучше поставить а может быть ничего ладно ребята давайте продолжим изучение поехали посмотрим что здесь у нас за враги и как у нас все здесь пройдет так кошелек прогуливаясь Кэсси замечает лежащий на земле кошелек она поднимает его изучает содержимое в кошельке оказывается лишь информация о владельце и больше ничего даже чипов совсем нет и на выбор у нас отдать местному полицейскому и оставить лежать интересно это задачка с подковыркой или как давайте наверное отдадим местному полицейскому как говорится была не была когда Кэсси направляет совместный полицейский участок ей попадается съедобный расспрашивающий окружающих о потерянном кошельке выяснив что его потерянный кошелек нашла он так благодарен что вознагражает ее целой кучей чипов и на халяву мы получаем 2500 чипов ух ты ну надо же давненько мы с тобой не виделись морковка ты моя давно я тебя на терочке то не протирал а ну ладно ребята шутки в сторону будем помаленьку его разбирать ну и в принципе хорошо не то чтобы отлично но хорошо хорошо все прошло давайте еще по залпику вы ребят конечно этого не видите но я вижу как у него потекла скупая слеза по его так сказать рыженькой щечки очки просто скрывает его красные глазки не знаю от злости или от стыда что он просто так нелепо нам проигрывает даже и вон и черный поезд там по бета каротину не помогает ну а мы с вами ребята как говорится лишний раз выпьем морковный сок нам как раз для зрения полезно ну что замечательно вот вот это уже хорошо почти 7000 кредитов нам дали это я уважаю так что кто у нас следующий так задание опять какое-то да ты эй ты да с чили миллионом кэси оборачивается и видит тренера батамотов в свитере он подходит к ней с баташариком в руке я слыхал ты довольно сильная как насчет подраться вперед супер лакс супер лакс выпрыгнувший из шара с виду больше и злоб не всех других батамотов каких кэси доводилось видеть до сих пор он бешено рычит на чили миллиона который делает пару нервных шажков вперед все хорошо чили миллион ты справишься используй давайте правом чили миллион делает глубокий вдох и готовится к атаке его кокоть светится он кидается на супер лакса и бьет светящимся когтем его по голове крит супер лакс в отключке ого а ты сильная можно мне твой телефончик я тебе позвоню когда захочу отыграться кэси с радостью обмениваться телефонами с молодым картофелем и забирает свой выигрыш знакомое яркое сияние накрывает чили миллиона когда сияние пропадает оказывается что чили миллион превращается в чили зарда ого ты видела фей 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 куда наделась ну что же 3 800 кредитов это очень замечательно так заправка нет ну ребят заправка вы помните мы здесь не будем заправляться поехали дальше здесь нам делать нечего да что ж такое то где бои ребята а это еще что такое фей замечает открытый ящик прямо рядом с кораблем при приближайшем рассмотрении выясняется что никаких наклеек и какой-либо информации на нем нет кто нашел то вы тапки раз нет хозяина кто угодно может взять это и объявить своей фей затаскивать ящик на звездолет и мы получаем ребята 100 плазмы смотрите как все просто и легко 100 плазмы получили нормально так кейси у нас на пути понятно астероид ну давайте его пролетать прорываемся а не взрывами прорубать себе путь сквозь астероид и пролетающему и пролетает в образовавшуюся дыру по дороге они собирают фрагмент разбитого астероида и складывают его в хранилище я еще и биоотходы 53 штуки заработал и изучение завершено да планетка не особо но тем не менее все прошло хорошо ну что ребята ладно я на этом буду заканчивать этот выпуск а мы с вами увидимся в следующем так что подписывайся и не пропусти всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok